Самое оздоравливающее из развлечений баня в новом гостиничном комплексе «Дилижанс». Ну что ж, акцизы на алкоголь заморозили на два года, поэтому розничные цены на спиртное заметно дорожать не будут. Хотя Минздрав с такой политикой не согласен и вышел с инициативы увеличить минимальную стоимость крепких напитков до 300 рублей за бутылку. И это еще один повод для обсуждения. А говорим мы об этом сегодня, конечно, не случайно. Сегодня день рождения русской водки. Этот напиток фактически бренд страны. А ее создатель – великий ученый, который имеет прямое отношение к клину. Моя коллега Татьяна Барулина сегодня отправилась в Боблово, чтобы выяснить, как родилась идеальная формула спиртного у Дмитрия Ивановича Менделеева. На наивный вопрос посетителей о Менделеев, что вправду забрел водку, сотрудники музея отвечают категорически. Менделеев водку-то не создавал, конечно. Научную основу под факт максимального сжатия частицами спирта частиц воды Менделеев подвел. В этом его величайшая заслуга. Дмитрий Иванович не ставил цель изобрести огненную воду. В 1863-64 годах он работал над докторской диссертацией. Она так и называлась – «О соединении спирта с водой». Менделеев изучал растворы. Им движил научный интерес. Что делал? Разные весовые соотношения спирта и воды смешивал при различных температурах. И целью его исследования было установить, как влияет и температура, и процентное весовое соотношение смеси спирта и воды на удельный объем этой смеси. А вот привычная 40-градусная водка была закреплена в уставе о питейных сборах только 6 декабря 1886 года. До этого водкой назывались лекарственные средства или напитки с ароматизированными или вкусовыми добавками.